Всем доброго дня, утра, грузимся на ПКТ. Заезжаем на вторую площадку, на Москву. Постояли немножко на ЖД. Я уж тут забыл, что тут делать, сейчас буду разбираться. Сейчас остановимся, сделаем бутербродники и поедем. Едем с Владом, болтаем. Нормальная погода вроде такая, 25, но не жалко, солнце не долбит в окошко. Комфортно ехать, комфортно. Пойдем мы разомнемся, поставим чай, сделаем бутерброды. Мне тут Настя наготовила. Помимо сленки, вот только салат, бутерброды. Благодарено. Заебись, приотвесим, как Влада. Заебись сделал. Вот там отрас переделать будет, наверное, на другой буду переделать. Ну и что, значит, как наводить. А она складываться будет у тебя? Вот. А, все. И спалка? Ну да, как на Вольвах, в НЛках сделано, пополам здесь матрас. Туда спинка, туда спинка, иди сидеть, и там сидеть. А, можно будет, все понял. Да, туда прорезаешь, и все. Да у тебя телек еще тут. Да, конечно, пока не подключен. Короче, все это обшиваться будет делать, да? Да. Вот там будет холодильник, блин, я его спалил, но ремонт задали с батей. И микроволновку туда буду ставить еще. Не бить. Да, не хватит. Похоже, в полный рост. Конечно. Вон она, все. Хуенно. Так, мы будем сядить. Все, машины такие планычные. Сидень удобная, это Вольвовская? Да, правда. Удобная. На FM-ке не очень удобная такая. Такие же они одинаковые. Не-а, тут боковая прям такая. А, потому что здесь просто не просижено, у меня уже просижено. И тут даже без воздуха, без всего, обычно, это бурет. Ну. А вот моя уже настолько просижена, что я от Infi-ника купил все сиденья будут ставить вместо этого. Потому что Вольвовская стоит, блин, 35, а мне от Infi-ника за без половины подогласится. А, подушка. Как раз ездить-то ставлю полностью. А, ну все понял тебя. А, верх только поменяю. Сам я идти. Да, да. Просто сидушку поменяю. Подъезжаем к последней стоянке до выезда с платной дороги. Не знаю, сегодня у нас мух нет. Погода 21. Но такое ощущение, что будет точно такой приличный, хороший. Сейчас мы тормознем, наверное, перекусим. Тут ребята с нами едут. Вольва одна вся такая в огоньках. Игорь и еще кто-то едет. Останавливаемся. Водим, покорим, поболтаем, поедем дальше. То есть, по плану на МКАД мы попадаем где-то к 3. Само ништяк. Завтра мне только в обед быть там. Главное мне проскочить в МКАД пока открытый. Так как у меня нет пропуска. И где-нибудь на заправку заеду. И буду там спать, на заправке. Выспусь полноценно. Утром найду эту организацию. И уже выгружусь. Попробую остаться там. Если нет, так же выйду где-нибудь, стану на заправку. 212 километров. Заходим. Паркинг. 5 километров. Все, места есть. Хорошо. Я вообще обожаю эту волю. Как она едет. Баночка работа не... Не делай такие штуки. Как она классно едет. Это жесть. Парнями перед Кимками. Привет. Не знаю, это сам. База наша есть. Союзник Транс. Рад и моему привет. Вика Б. Что бизнес пошел твой. С этими самыми контейнерами. Сейчас недавно нас пригнали. С Екатеринбурга. Контейнер. Ты таскаешь эту тележку? Чего? Тележку таскаешь? Нет, я одиночек езжу. Привет, Каванил. Да всем привет. Мы встали. Боже. Доброго дня. Приехал я в 4 вечера. Прошелся пешком. Я не помню, я по-моему ничего не снимал. Прошелся пешком, нашел организацию. И подъехали еще 2 американца. Их почему-то поставили первыми сегодня. Меня позже. Но у меня все равно завтра загрузка почтой будет. В 3 часа дня почтой я буду грузиться здесь недалеко. Вот пока сижу вот такие вкусности. Сделал петерброд из сэндвича. Добавил колбасы. Тут ветчина. Сыр. Чай. Открыта дверь. Вот так вот под дерево спрятался. И стою. Перееду туда, оставлю машину. Все, ребята, мы выбрались. Едем на второе место загрузки. Грузимся только завтра. Территорию меня не пустили. Я, короче, проехал дальше. Тут дав стоит. Ну, как бы я сплю головой туда, а дав стоит вот так. Ну, вот летний потом стоит. То есть мне будет так неловко. И на этой стороне такой карманчик прикольный. Правда, тут все пьяные. Будешь выходить, пизданешься. Куда-то в деревню дорога пошла. Я, короче, туда мордой сдал, задом. По дорожке, по дорожке. И припарковался. Все. В принципе, хорошо. Сейчас у меня голова будет там на высоте. Высоко сижу. Вроде как продуваемо. И солнце сзади. Так что поди пойдет. Поди пойдет, да? Все. По навигатору, когда едешь, особо не поснимать там город. Но девчонок тут валом идет. Видимо, работницы. Девчонки там такие прям. Пойти парикмачерскую поискать. Но надо, наверное, тут есть. Да. Ильинская услада какая-то. Ладно. Короче, кушать захотел, но на медленном огне вроде как не брызгает. Но что-то брызгает вроде как товарищи. Да, блин. Сейчас буду кашу такую засыпать. Я сейчас смотрю Чернобыль. Все готовится. Тарелочку приготовил. Потом остатки накрою. Так же такую же тарелочка четко подходит. Потом просто кушу. Побавил водички. Я первый раз такое готовлю, конечно. Ну, что-то получилось цветом таким аппетитным. Аппетитным, аппетитным, блядь. Где стою? Поле, блядь. Поле, поле. Кто-то еще сделали правильно. Кто-нибудь хочет мою кеську-беську? Живеньевый яблый. Что сделал, Коля? Лучше, блядь, так поел с хлебом колбаску. Она еще так гурлит. Бу-бу-бу. Жесть. Повар. Года. Но я поем. Я все равно поем. Я бы сейчас стал, конечно, походил, поносил ее, но не могу. Упираюсь. Тише, я посмотрел. Сначала моем сковородку. А потом приступаем уже к трапезе. Будем кушать. Яблочный сок. Блядь. Не нажал никуда. До конца, ладно? Всем доброго утра. Мне сюда не ехать всю ночь, а мне не спиться. Всем уже подслужить. Все, у нас запустили. Время 3.26. На 25 минут опоздали они. Так, с торца будет диспетчерская и нумерация ворот. Нам шестые нужны. И пломбок, это интересно. Пошли пломбироваться. Загрузили. Быстро продал. Все, ребята, загрузили прям за полчаса. Пломбочка, это у меня, оказывается, на второе место. У меня два места будет в Питере. И на выезд. Берем подальше сразу, потому что мне потом не вырулить будет. Какая-то стоит грузовичок. Повезло. Маленькая у меня отъехала уже. Она тут стояла, неловко было выезжать. Все, поехали по навигатору до 107-й. А там уже по памяти. Пизда-то шаухой поехали дальше. Чаю набрал, шоколадку взял. Сейчас не нужно мне с банками мучиться. Малдюшная. Подаренная. Ладно, убираем все. У меня тут остался колбаса. Салат. Потерять сил. Ну и стоит озлобленному Бену явиться в лабораторию. И именно сегодня Рита проводит время сил. Это совпадение. Там тоже состоится. И тут же на ровном месте начинает обвинять Рита, что... Очень рад, что еду в праздники. В праздник. Сегодня праздничный день. День России или День Единства. Что-то такое. Пробок где-то по 107-й прошел. Вышел на 108-ю. Красота. И Димка сейчас едет. Должен попасться где-то с ним на встречу. Там фонари включились. Здесь так и не загорелись. Я по классике решил промежаться. В Лышко много фильмов. Старик команды, себе нажми эту песню. Туда ехал, пересмотрел девчата. О! Спасибо! Вот этот залон красоты в те времена был. Все-таки в то время девушки как-то, ну, меньше пафосные такие были. Как-то у них все равно было с детства воспитание, наверное, в садиках как воспитывали, как родители приучали, вот с куколками там играли. То есть более-менее к семье стремились. В 20-21 год там выйти замуж. А она в данном плане это только Инстаграм. Не, не все, конечно. Остались девчонки еще того мировоззрения. Семья и семейное благо, семейный уют. А сейчас нет. Губы надуть, накачать. В инсту фоточку поделать. Айфоны. И вся вот такая фигня. Портит мир. Какие у меня стекла чистые. Какие зеркала чистые. Прям начало еще фильма Ивана Васильевича, профессию. Девчата посмотрел, много осознал. Потому что смотрел я его тоже молодым. Молодым, как, наверное, лет 20 мне было. Может быть, 19. Не так я его понял. То же самое, что, как он правильно называется, фильм-то с Евдокимом, где они на поле чудес ездили, президенту ездили, тоже пересмотрел. Сейчас пересмотрю этот фильм. Давно не смотрел, честно. Интересно посмотреть. Вот. Поэтому, может быть, по этой причине я не могу жениться ни хрена. Потому что у меня как-то с человеком... Пытаюсь познакомиться. И вижу, что человек... С двух частей состоит, блядь. Поверхностное и внутреннее. То есть, не открывается человек до конца, а внутри... Ну, не то. Мне как-то вот надо, чтобы человек был открытым, искренним. И самое главное, уважал, как говорится, вторую половинку свою. Если да, человек меня будет там ко мне относиться хорошо, уважать, то все. То есть, я, можно сказать, ручной. Все только в семье. И гулянки, и все это все прекратится прям сразу. Что? Уже нагулялся. Ладно, это все такая сложная ситуация. Иногда ешь, так задумаешься. Тоска нападает, потом... Фух, все так махнешь рукой. Все нормально, все, что я делал, сидел с лучшим, и все. Так что, давай не ной коляса. Каляша. Давай, смотри. Приятного нам просмотра, нам ехать до конца. Дай бог нам приехать, Оська, 3-4, чтобы еще поспать успеть. 3-3 часа, ну, до 7. Понятно, не до 7, а до полседьмого. Умыться, чтобы зайти уже в таком... Там за полтора часа у меня будет добраться до второго места. Посмотрим, как пойдет. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok